Доброе утро, уважаемые коллеги! Хочу напомнить вам, что у нас сегодня день, вебинар наш, посвящен высокотехнологичной линии Инспира Абсолю и пилингам, которые тоже находятся под этой маркой, под Инспира. Я, конечно, расскажу вам сегодня и о новых пилингах, которые мы планируем вот этой осенью выпустить на рынок. Так, ну, прежде чем начать наш вебинар, я хотела бы получить от вас обратную связь. Слышите ли вы меня, видите, нет ли у нас, все ли хорошо со связью? Просто ответьте мне. Водя здоровается, все хорошо, здравствуйте, слышу. Отлично, все отлично, замечательно. Ну, тогда мы начинаем наше общение. Еще раз хочу напомнить, линия Инспира, косметикс, высокотехнологичная линия, которая создана в Институте Ганновера, новым эмоционным коллективом технологов-ученых. Давайте с ней проникаемся. Ну, многие салоны, которые приходят, допустим, в офис, компании, которые продают линию Инспира Абсолю, они задают один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, нам нужна универсальная линия, с которой мы можем работать абсолютно с любым клиентом. И с мужчиной, и с женщиной, и с чувствительной кожей, и с жирной кожей. Так вот, Инспира Абсолю – это универсальная линия, которая, в принципе, рассчитана на любого клиента. Потому что ее основная задача – снять вот этот стресс, который мы получаем в результате дня, ну, вот проживая в городе, где высокая концентрация токсинов, выхлопных газов, где очень серьезная, так сказать, промышленность, допустим. Идет загружение окружающей среды. Мы живем в этой среде, мы дышим, мы пользуемся водой. У нас, конечно, есть вредные привычки. Кто-то курит или другие там вредные привычки. Очень серьезная эмоциональная нагрузка, психологическая нагрузка. И это, конечно, наносит отпечаток на организм. Это не польза, это, конечно, во вред. И кожа, как орган, она, конечно, первая принимает на себя удар вот в такой ситуации. Поэтому задача инспира абсолю – защитить кожу от загрязнений, которые находятся в обживающей среде. Защитить еще и от ультрафиолетового воздействия. Да, хочу добавить, и от инфракрасного воздействия, которое, в общем-то, вызывает раннее старение кожи. Ну и дать какое-то удовольствие. Такой психологический стресс снять, дать удовольствие и позволить мягко вписаться в ритм жизни, не теряя, так сказать, красоты кожи. Поэтому задача линии – защитить, снять воспалительный процесс, а значит, раздражение, покраснение. Если кожа сухая, так сказать, убрать и эту проблему, и не дать появиться ранним признаком старения. Вот то, о чем я вам рассказала, когда кожа набирает на себя вот этот стресс, города, плохой экологии, психологических вот серьезных ситуаций, кожа как орган страдает первой, потому что он отражает внутреннее состояние всего организма. И в науке эта ситуация называется выгорание, выгорание кожи. Ну, что есть у нас с вами, чем мы можем помочь в данной ситуации организму? Есть знания, есть наука, есть, конечно, силы природы, есть лечебные, лекарственные средства, и косметики, вы все знаете, используют только натуральные ингредиенты, которые, в общем-то, обладают лечебным действием. Ну, и задача Инспира Абсолю, как бы там есть два шага в линии Инспира. Первый шаг – защита, снятие интоксикации, то есть детоксикация, и защита от вот этих факторов окружающей среды, которые вызывают загрязнение. Первый шаг, как правило, дает средство, которое мы наносим в первой половине дня, и эта группа средств в Инспира Абсолю называется детокс. Значит, она обладает защитным действием, и она как бы стимулирует иммунитет кожи, значит, барьер кожи, и снимает вот эту интоксикацию, которую мы набираем в течение дня. Ну, и в конце ухода продолжаем. Есть второй шаг. Второй шаг – это вечерняя программа, то есть придя домой, мы должны нанести на кожу средство, которое будет способствовать регенерации. Значит, дневной крем – это детокс, ночной уход – это регенерация, снятие раздражения, воспаления, микроповреждения, которые есть на коже. Вот. Это такая регенерирующая программа, которая рекомендуется, ну, абсолютно всем, клиентам с любым типом кожи. Значит, еще раз хочу напомнить, дневной уход – защита, ночной – восстановление. Но ведь есть еще целая серия средств в линии Инспира, которые разработаны технологами Института инновационных косметических средств для кабинета. Давайте познакомимся с этой серией продуктов. Сейчас, минутку. Ну, вот так выглядит линия для домашнего ухода. Красивые такие красные коробочки. И упаковка очень красивая внутри. Коробочка завальцованная, естественно. Лежит паталь внутри. И вот так выглядит упаковка. Ну, давайте рассмотрим вот этот ряд продуктов. Начинаем мы, как правило, со средств для поверхностного очищения кожи. Кленсер-крем в виде крема. Это средство – мультифункциональный продукт для правильного очищения кожи. Данное средство имеет кремовую текстуру, рассчитан на любой тип кожи, и на жирный, и на сухой, и на комбинированный тип. И можно работать, конечно, с самой реактивной и чувствительной кожей. Задача кленсера – ну, прежде всего, смыть макияж, даже влагостойкий. Но не нарушить гидролепидную мантию и восстановить иммунитет кожи при очищении. Видите, нежный очищающий крем 3 в 1. Он дает эффект увлажнения, он снимает стресс, воспаление, раздражение, и он, конечно, выравнивает рельеф кожи, и нет такого ощущения дискомфортного после очищения с помощью этого крема. Нет ощущения такой пленки на лице. Ну, ключевые ингредиенты – это экстракт тимьяна и будлея. Ну, масло макадамии – это средство, которое, в общем-то, растворяет липофильные вещества, жирорастворимые вещества. А экстракты тимьяна и будлея давида – это такие фитокомплексы содержат, которые будут бороться и с воспалительной реакцией. Вот, например, видите, 23% снижения интерликина в 8 – это фактор воспаления. И фактор микрозоопухоли – минус 78% – это тоже воспалительный фактор. И, конечно, увеличение уровня увлажнения кожи через 2 часа повышается до 33%. То есть, еще раз хочу напомнить, средство для макияжа не просто очищает кожу, не просто ее увлажняет, питает, но обладает противовоспалительным, успокаивающим действием и борется с воспалениями, с микровоспалениями, которые могут проявляться в коже. Тоник относится к группе мицеллярных тоников, тоже выравнивает палаш, тоже тщательно очищает кожу, тоже дает детокс-эффект, прежде всего за счет присутствия в тонике микромицел. Именно они, вот, обладая свойством, вытягивают грязнение из кожи. Конечно, тоник увлажняет кожу, снимает воспаление и раздражение. И мы говорим, что данный тоник, называем мы его 4 в 1, потому что он такого многофункционального действия. Значит, крем для для макияжа 3 в 1, а тоник уже 4 в 1. То есть у него более выраженный эффект, у него, конечно, есть еще эффект проводниковый, потому что увлажняя кожу, нам легче внести увлажняющие компоненты вот по увлажненной уже коже, где уровень влажности восстановлен. Что входит в мицеллярный тоник? Ну, помимо мицел, экстракт Дельвейса содержит большое количество активных компонентов. Вообще, Дельвейс входит в фармакопию, в книгу, где, так сказать, описываются все лечебные травы. И он содержит большое количество органических кислот, которые адаптируют кожу к факторам окружающей среды. Экстракт Дельвейса повышает антиоксидантные свойства кожи. Экстракт Дельвейса обладает противовоспалительным, ранозаживляющим действием, поэтому у него очень много таких функций. Глицерол – это увлажнитель, это производная от глицерина, составляющая натурального увлажняющего фактора. Натрий-ПСЕ, перерезинкарбоновая кислота – это тоже средство, которое будет увлажнять кожу. Ну и аланкаин – это средство растительного происхождения, которое будет смягчать, способствовать ранозаживляющему действию, ну и так далее. То есть у тоника очень много функций, практически такой лечебный фитотоник. Экстракт Дельвейса дает дестресс-эффект, и его основная задача – снять воспаление, снять раздражение, и инактивировать действия ферментов, которые принимают участие в разрушении коллагена и эластина, то есть ингибировать металлопротеазы. И у него, конечно, есть исследования в институте Ганновера, институт дерматез, и нам показывают, что понижение факторов воспаления, которые вызваны окислительным стрессом, минус 69%. И останавливается действие свободных радикалов на 73%. Уменьшается перекисное окисление липидов на 60% кожи. И эффект саморегуляции, улучшения эластичности кожи происходит автоматически, потому что факторы, которые разрушают коллаген, эластин, эти металлопротеазы, они как бы закрываются, и идет саморегуляция, восстановление эластичности кожи, а значит ее умножение. Энзимный скраб 2 в 1. Это средство для глубокого очищения, оно разработано для кабинета. То есть это такой за упаковка, алюминиевая упаковка, объем 30 грамм. Вещество, которое находится в этой упаковке, это порошок, то есть такой в виде порошка, поэтому ему надо активировать это вещество. В состав этого энзимного скраба входит белая глина, папаин, бромелоид и экстракт мёта. И задача этого средства провести эксфолиацию, дать эффект отшелушивания рогового слоя кожи, способствовать очищению сальных и потовых желез, от загрязнений, и поддержать процессы кровоснабжения, потому что микрокосточка, абрикосовая натуральная косточка, мелко, очень измельченная, она дает эффект улучшения микроциркуляции. А экстракт мёда, это средство для регенерации и улучшения метаболизма кожи. Конечно, данное средство энзим скраб 2 в 1 обладает не только детокс-эффектом, то есть очищает кожу, эксфолирует кожу, улучшает кровоснабжение, но и, конечно, дает эффект увлажнения. Ну вот хочу ещё раз напомнить, корный мёд, абрикосовая косточка, ферменты бромелоин, папаин, белая глина. Ну, бромелоин и папаин, это протеолитические ферменты, которые борются с гиперкератозом, фолликулярным и увеличением толщины рогового слоя кожи. Мы берём примерно чайную ложечку, объём небольшой идёт на лицо, добавляем туда тёплой воды, превращаем данное средство в такое сметаноподобное вещество и кисточкой наносим на лицо. Можно использовать в работе для усиления эффекта энзимного скраба, кто-то использует компрессы в работе или, допустим, целлофановую плёнку для улучшения работы ферментов. И, конечно, распределив руками энзимный скраб, мы будем способствовать улучшению микроциркуляции и кисточки. Конечно, данное средство смывается с кожи, но является, естественно, средством предухода. Мы готовим кожу к нанесению активных ингредиентов. Горный мёд называют ещё нектар богов. У него прекрасно. Это не сам мёд, это экстракт из мёда и содержит очень много минералов, витаминов, органических соединений, которые дают эффект снятия воспаления, раздражения и ранозаживляющие действия. Поэтому вот так входит в данный аппарат. Очень интересное средство. Детокс гель-маска с активными компонентами на основе угля и экстракта водорослей. Вы видите, что данная упаковка, алюминиевая упаковка, она состоит как бы из двух отделений. Вот там, где большое отделение, туда входит такой гель в виде пасты на основе угля. А в маленьком находится тоже гельевая такая структура в виде тоже прозрачного геля. Это экстракт водорослей. И, конечно, здесь есть растительный экстракт в виде мяты, эссенциальное масло мяты, у которой тоже есть своя задача. Вот маска детокс, она должна улучшить кровоснабжение. Она должна открыть поры для продолжения процесса детоксикации. Данная маска дает прекрасный моделирующий эффект, увлажняющий эффект, стимулирует кровоснабжение, улучшает цвет лица. И у нее, как бы, за счет присутствия мяты, есть эффект стимуляции микроциркуляции и релаксирующий эффект. То есть, клиент, которому мы наносим детокс-маску с детокс-эффектом, расслабится, поверит нам, и у него, так сказать, произойдет такая психологическая коррекция. Если было плохое настроение, оно у него станет хорошим. То есть, процедура очень приятная и очень, такая по ощущениям, действительно релаксирующая. Ну, что я могу сказать из моего опыта. Если мы работаем с детоксицирующей гидрогель-маской для глухолкового очищения, мы разрезаем вот так вот по краюшку, разрезаем, отрезаем ножницами, отрезаем край упаковки, выдавливаем в мисочку, перемешиваем две эти фазы, светлый гель, это экстракт водорослей, и черный такой темный гель на основе угля, мы перемешиваем до однородного такого консистенции, однородной, наносим на кожу, я еще репендую сверху нанести бинты, потому что гель-маска, она желируется достаточно долго, у нас спокойно можно эту процедуру проводить, в отличие от альгинатной маски, здесь спешить не надо. Вот бинты просто фиксируют гель в нужном месте, у нее есть стандыция, немного так вот долго остывать, она может уплыть там, опуститься ниже там за уши, поэтому бинт как бы фиксирует маску в той зоне, куда мы ее наносим. Ну, очень подробно об этом рассказываем на семинарах, вот, и на наших практических вебинарах. На выставке посмотрите, пожалуйста, тут уже есть демонстрация этого, нанесения этой маски. Еще раз хочу напомнить, эссенциальное масло мята стимулирует кровоснабжение и дает эффект релаксации. Активированный уголь и экстракт водорослей дают эффект снятия интоксикации. Активированный уголь – это прекрасный сорбент. Вы знаете, мы даже внутрь принимаем активированный уголь, и он вытаскивает, вытягивает из кожи шлаки, токсины, загрязнения, очищает поры, поэтому у него прекрасный эффект токс. А мы удаляем, вот он уголь, видите, микропор очень много, и поэтому это хороший детоксикант. И мы удаляем данную маску, если сверху еще бинты лежат, таким единым, таким как альгинатную маску, единым таким пластом. Я могу сказать, что клиенты чувствуют очень ярко эту маску, потому что мята стимулирует это снабжение, и появляется чувство жара, потом охлаждающие действия, благодаря водорослям опять чувство жара, охлаждающие действия. И это лучший детокс, который придумать лучше невозможно. Снимаем единым таким слоем эту маску, и дальше мы можем приступать к нанесению активных средств. В линии Инспиро Абсолю таких средств несколько. Ну вот здесь мы перед собой видим ампулы для мгновенного лифтинг эффекта и сияния кожи. Действительно, ампулы обладают прекрасным увлажняющим действием, глубоким, таким пролонгированным действием. Они обладают свойством тонизировать, улучшать энергетические процессы в клетках, потому что здесь есть экстракт гуараны, который действует по сути как стимулятор. Обладает выраженным лифтинг эффектом, причем мы говорим, что данная ампула дает 3D эффект увлажнения кожи, обладает свойством увлажнить, улучшить рельеф, как бы натянуть кожу и заполнить морщинки. Поэтому эффект заполнения морщин у этой ампулы тоже есть. Мы можем выбрать данное средство после маски ДЕТОКС и нанести ее на кожу. Гиалуроновая кислота присутствует в данной ампуле, потом обратите внимание, она с разной молекулярной массой, есть длинноцепочная гиалуроновая кислота, которая больше работает как кератопластик, увлажняет, натягивает, рельеф кожи улучшает. И с короткой цепью это средство, которое будет и увлажнять кожу, и стимулировать процесс с реагентацией. Вот экстракт гиараны. Клеточный экстракт гиараны дает эффект, как бы заряжает энергией. Там очень много витаминов, в частности каротиноидов, омега-кислот, которые принимают участие, борются с сухостью кожи, стимулируют регенерацию, улучшают кровоснабжение и борются с ранними признаками старения и с фотостарением. И вот данная ампула, она может рекомендоваться абсолютно любому клиенту, любому возрасту. Мы нанесли ампулу, но у нас есть выбор. Например, вместо ампулы мы можем взять сыворотки. Их две. Вот перед нами сыворотка ринкл от морщин с липосомами для восстановления сухой, обезвоженной, мелкоморщинистой, может быть, мелкоморщинистого типа кожи. Он действительно, эта сыворотка смягчает, разглаживает, увлажняет. Это средство относится к категории типа вода в масле. То есть, здесь больше масла, чем воды. Хотя, по сути, по своей, это не масло, это все равно сыворотка, которая очень быстро впитывается в кожу и обладает свойством дать лифтинг, разглаживание и способствовать уменьшению трансэпидермального потери влаги. Значит, мы выбрали или ампулу, или сыворотку от морщин. Сыворотка с липосомами, там есть транспортная система доставки. Вот обратите, пожалуйста, какие ключевые ингредиенты. Матриксил 6, САНС 6, это такой пептидный комплекс, 6 аминокислот, в пептид собраны. Вы знаете, прекрасная проникающая способность у пептидов, они легко проникают через межклеточное пространство, легко достигают слоев кожи, где формируется матрикс. Матрикс клеточный, он состоит из коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, других гликозамин, гликанов. Поэтому вот этот пептидный комплекс, он стимулирует обновление матрикса, с возрастом этот процесс происходит плохо. Есть гиалуроновая кислота с короткой цепью, и она тоже хорошая проникающая способность, и она поддерживает эффект регенерации и увлажнения кожи. И экстракт, вернее не экстракт, а в липосомах ледниковая вода швейцарских альп. Это структурированная вода, прекрасный увлажнитель, великолепно увлажняет кожу, легко встраивается в такие вот гидронасосы, на клеточном уровне работает этот увлажнитель, и компенсирует нехватку увлажнения в коже. Вот это Матриксил-6, посмотрим клинические исследования, они показали нам, что при двухмесячном нанесении на кожу курс, в течение двух месяцев, приводит к уменьшению глубину морщин на 16%, и сокращению объема морщин на 30%. Это благодаря Матриксил-6, очень инновационный компонент, сейчас очень многие марки вводят Матриксил в свои косметистические продукты, это уже космецевтик. Алипобель, ледниковая вода из швейцарских Альп, прекрасный увлажнитель. И опять же, посмотрите заключение Института Дерматест города Ганновера. 48%, через 2 часа кожа начинает лучше удерживать влагу, на 48%. Через 8 часов влагоудерживающее свойство сохраняется уже на 22%, и через 24 часа на 10%. То есть, можно сказать, что увлажняющий компонент в виде ледниковой воды увлажняет кожу пролонгированно в течение 24 часов. И третье вещество, третье сыворотка, которая тоже мгновенно увлажняет кожу, которая тоже дает эффект разглаживания, уменьшения морщин, защищает от дегидротаты, от сухости, вот, и, конечно, защищает еще и от стресса, который наносит экзогенный фактор. Это острофиолетовое инфокрасное излучение и воздействие активных радикалов. Давайте посмотрим, какие удивительные ингредиенты входят в эту сыворотку, она называется сос-серум, стволовые клетки альпийской розы, пентавитин, биофитекс, две гиалуроновые кислоты с разной молекулярной массой и альфа-бисоболол. Вот альпийская роза, это, конечно, не сами клетки в этой сыворотке, а активные компоненты, которые вырабатывают стволовые клетки, когда альпийская роза, когда на них воздействует с помощью агрессивных факторов окружающей среды. То есть, на калюс, это стволовые клетки альпийской розы, воздействуют ультрафиолетом, инфракрасным излучением, химическое воздействие оказывает, и эти клетки начинают генерировать вещества, которые позволят нам значительно повысить протекторные вот эти свойства кожи. И на этом фоне он будет происходить и омоложение, потому что факторы экзогенные, в частности, фотостарение, проявляются не только пигментацией, но и появлением морщин. И вот уменьшение глубины морщин на 8% за 2 недели и на 15 за месяц меньше будет. фитостволовые клетки очень инновационный компонент, который сейчас тоже используется многими косметологическими линиями, это уже целлюлярный комплекс, который на клеточном уровне действует и заставляет правильно работать геном клетки и способствует сохранению стволовых клеток кожи. Вот, такой механизм омоложения здесь объясню. Вот, пентавитин это гликополисахариды из сахарного трясника, увлажнители и они как бы встраиваются и восполняют нехватку углеводов в натуральном увлажняющем факторе. Вот, на 72 часа увлажнение кожи, профилактика сухости и снятия раздражений и воспаления значительно улучшает качество и состояние кожи через 2 недели нанесения и идет эффект лифтинга и выравнивания рельеф уже на четвертой неделе. Вот, пентавитин входит в сыворотку СОС. Дальше мы, так сказать, разобрали с вами 3 актива. Обратите внимание, маска гель на основе угля у нас наносилась перед нанесением активных ингредиентов. Потом шли ампула, сыворотка от морщей и сыворотка СОС. Но есть еще одна маска, которая может быть использована в работе косметологом и в домашнем задании тоже может использоваться клиентом в случае очень чувствительной кожи, в случае дегидратированной кожи, в случаях обезвоженной кожи, в случаях хрона или фотостарения. Маска дает быстрый пролокированный эффект. Тоже инновационные компоненты, давайте разберем, посмотрим, что это за компоненты. Биофитекс это комплекс на основе дрожжей и растительного экстракта, а дрожжи вырабатывают пептиды, которые обладают противовоспалительным и увлажняющим и регенерирующим действием. А растительный экстракт иглица, центелла азиатская, экстракт каштана, экстракт календула. Вы знаете, что это активные венотоники, которые будут убирать застойные явления в области лица, глаз, будут улучшать микроциркуляцию, будут адаптировать кожу к факторам окружающей среды, прекрасный ранозаживляющий эффект, дренажный эффект, и глицерезиновая кислота будет еще бороться с пигментацией. Поэтому маска она не только мгновенно успокаивает, увлажняет, дает лифтинг эффект, она еще и накопительно борется вот с такими проблемами, о которых мы говорили. Видите, у нее эффект увлажнения уже идет в течение 72 часов. И доказанная эффективность институт Ганновер. Уменьшение покраснения, раздражения более чем на 30% спустя 2 недели при нанесении дважды в день. Данная маска имеет текстуру крема, поэтому ее можно наносить на более длительный период, допустим, в домашнем уходе, даже на ночь. И уменьшение видимых проявлений теленгектазии сосудистых звездочек меньше на 20% это благодаря комплексу сенситив. GSP+, это проантецианидины растительного происхождения из косточки свейцарского винограда, жирорастворимый токоферол, мощный антиоксидант, и нам показали исследования инвитро, инвитро это исследования на клеточных культурах в чашечке Петри, показали, что этот комплекс, подавляет перекисное окисление липидов, а значит гибель ДНК клетки, защищает клетки от активных форм кислорода и от гликации и разрушения коллагена. Вот так. Улучшает, конечно, кровоснабжение данный комплекс, но основная функция защитить кожу от окислительного стресса, от перекисного окисления липидов, от разрушения коллагена и эластины в стате гликации. Ну и давайте посмотрим, что же мы можем дать на финале и в домашнем уходе, и в условиях кабинета. Но если это первая половина дня, мы рекомендуем брать серию ДЕТОКС. И в серии ДЕТОКС два крема. Один с легкой текстурой регуляр, другой с текстурой более плотной, мы называем эту текстуру РИЧ. И основная задача дневного крема защитить кожу от факторов окружающих среды, восстановить барьер кожи, то есть повысить иммунитет кожи, ну конечно укрепить сосуды и бороться с возрастными изменениями, стимулировать выработку коллагена и эластина и не дать ультрафиолету и литро-красному излучению, нанести удар вот этот, при котором кожа теряет все свои защитные свойства и проявляются первые признаки старения, ранние признаки старения. Обратите внимание, какой ингредиентный состав во всей серии детокс. Крем регуляр, а там дальше у нас будет крем речь, мне кажется, ну да, посмотрим потом. Значит, давайте рассмотрим крем регуляр. Экстракт Эдельвейса дает детокс-эффект, борется с эластозом, который в результате солнечного воздействия проявляется на коже, дает лифтинг-эффект. Красная камелия препятствует, опять же, перекисному окислению. Пентавитин, это инновационный увлажнитель, который 24-х часов без обвалов будет снимать воспаление, раздражение, проявлять противовоспалительное действие. Гиалуроновая кислота с длинной цепью, это прекрасный увлажнитель, кератопластик, а гиалуроновая кислота с короткой цепью будет и увлажнять кожу, и противовоспалительные действия проявлять, и регенерирующие. Есть, обратите внимание, защита биологическая, комплекс венециан, сейчас мы о нем тоже будем говорить, защита как от А, так и Б лучей. Ну вот, кальмелия красная, благодаря своим органическим кислотам, которые входят в 72 часа, будет способствовать антиоксидантной защите кожи, будет способствовать, будет препятствовать гликацию, значит, сохранять выработку коллагена и эластина, и будет повышать уровень влажности, и разглаживать морщины дегидратации, быстро, мгновенно. Крем Рич отличается от предыдущего средства тем, что он содержит больше липидов, и он рассчитан на более сухой тип кожи, если регулярно рассчитан, может быть, на жирную, комбинированную кожу, рекомендуется клиентам, которые любят легкие текстуры, то Крем Рич это, конечно, более плотная текстура, более насыщенная, это сухой тип кожи, более чувствительная кожа, более уязвимая, и еще мы Крем Рич рекомендуем в период холодов обязательно использовать. Ингредиентный состав тот же абсолютно, смотрите, отличается только концентрация с более выраженным присутствием масла ши, то есть побольше липидных составляющих, тот же самый состав, то есть две текстуры, легкая, детокс регуляр, более плотная, детокс Рич. Вот еще один активный ингредиент Веноциан. Это методом биотехнологии получен комплекс в результате синтеза бактериального бактерий, которые живут в термальных источниках, они вырабатывают ферменты, которые будут препятствовать старению, фотостарению кожи, вызваны устрофиолетовыми лучами, а и еще инфокрасным излучением. Обратите внимание, детокс дневной крем Рич и регуляр дает тройную защиту от факторов фотостарения. Ну и есть доказано институтом Ганновера, институтом Дерматест. После шести месяцев нанесения эти ферменты, да, там была группа товарищей, которая уехала на Маврики, это две группы было. И вот одну группу наносили вещество под названием Венециан, а другая группа ничего не делала, просто отдыхала, загорала на солнышке. И вот через шесть месяцев обратили внимание, что группа, которая не ухаживала за кожей, выглядела старше на три года. Те, кто закрывали кожу данным ферментом Венециан, те выглядели моложе. Поэтому экстракт, фермент Венециан микробиологического происхождения входит в детокс серию, детокс крем ричи, детокс регуляр. Ну и второй шаг это вечером. Мы все прекрасно знаем, что с утра надо защищать кожу и снимать интоксикацию, которую мы набираем в течение дня, а вечером нам нужно отдохнуть, так сказать, очистить кожу и навести средства с регенерирующим действием. Поэтому Total Regenerant Night Крем регуляр легкая текстура, Total Regenerant Night Крем Рич текстура более плотная, точно так же, как и в серии детокс. Действительно очень легкий крем регуляр, такой шелковистый в виде пушистого крема. Он обладает свойством стимулировать процессы восстановления кожи, процессы регенерации. И это будет такое ночное задание. Крему с антиэйдж действием уменьшить трансэпидермальную потерю если плохое состояние сцепление эпидермальное дать разглаживание, восстановить барьерную функцию и бороться с процессами старения которые кистируют обновление и восстановление матрикса дермального это эластин, коллаген, это выработка гиалуроновой кислоты. Экстракты дельвейс великолепный детокс эффект дает содержит большое количество адаптогенов и дает улучшает контуры лица то есть лифтинг эффект пентавитин увлажнитель алантаин это эффект дестресс масло ши питает его больше конечно в креме рич меньше в регуляр альфа-бисоболол дает противовоспалительный эффект биалуроновая кислота работает в комплексе со всеми этими веществами вышеперечисленными значит обогащенный крем дает тот же эффект на счет на более сухой тип кожи тот же ингредиентный состав только масла ши побольше более высокая концентрация вот очень хороший крем вокруг глаз но если говорить об активности этого средства мне кажется в активности инспира абсолю это самый активный крем очень понравился клиентам очень нравится косметологам он у нас очень хорошо продается посмотрите какой у него список вообще послужной омолаживающие действия лифтинг действия разглаживающие действия борется с темными кругами под глазами снимает отечность увлажняет укрепляет барьер уменьшает трансэпидоромальную потерю влаги воды антиоксидантное действие проявляет подавляет гликацию и снимает стресс и еще содержит добавить светоотражающие частички которые дают вот этот эффект сияния кожи сразу после нанесения крема содержит все активные компоненты абсолютно серии детокс и серии регенерант поэтому крем самый такой насыщенный по активным компонентам посмотрите здесь есть и материксил и экстракты дельвейса которые дают лифтинг эффект борются со стрессом пентавитин увлажнитель веноциан защищает от фото старения инфракрасного излучения алантаин ранозаживляющие увлажняющие разглаживающие действия масла ши фитостеролы содержит увлажняет кожу и снимает раздражение витамин е антиоксидант бисоболон ранозаживляющие действия ну и так далее и так далее то есть крем очень и очень сильный ну здесь фотография интенсивного так сказать комплекса который в виде эдельвейса экстракт эдельвейса это омоложение кожи это защита кожи здесь есть веноциан комплекс который синтезирует бактерии и пепсидный комплекс матриксил 6 мы уже о нем говорили поэтому повторять не буду вот это очень интересный продукт бальзам против акне с эбареглирующим и тонирующим эффектом это такой тоненький тюбик с таким вытянутым тоненьким носиком локально можно поднести к воспаленному элементу нанести и просто замаскировать воспаление там прыщика и у него прекрасный лечебный эффект дает эффект рано заживляющий он дает эффект снятия воспаления он подавляет 5-альфа редуктазу и лечебный конечно бальзам который наносится на воспаленные элементы посмотрите состав пантенол провитамин B противовоспалительное действие глицерин увлажнение противовоспалительное действие альфа бисоболол увлажнение противовоспалительное действие вот кипрея флетчера ингибитор 5-альфа редуктаза сэбарегулирующие действия противовоспалительное действие, экстракт алоэ вера, салициловая кислота, противовоспалительное действие, кератолитическое действие и каприлдикдроксиаминовая кислота, лечебный такой антибиотикоподобный эффект, который нам необходим в случаях проблемной, может быть жирной кожи или при появлении воспаления. Вот кипрей, ингибитор 5-альфа-редуктаза, ну и так далее. Я, наверное, заканчиваю презентацию линии Энспира Абсолю. Если, может быть, что-то я не до конца осветила, не обо всем рассказала, или у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне, у нас есть немножко времени, я могу ответить на ваши вопросы. Потому что у нас сейчас будет вторая презентация, которая посвящена кислотным пилингам. Потому что Энспира – это высокотехнологичная линия, которая содержит пилинги, и мы знаем все про них, концентрации 40-60%, но и сегодня я вам расскажу, конечно, о новых пилингах, которые планируем выпустить на рынок вот этой осени. Поэтому, если есть вопросы, я жду, пожалуйста. Все ли было понятно, все ли было слышно, видно, ясно? Ну, хорошо, тогда я переключаю презентацию на пилинги. Энспира Косметикс. Мы сейчас говорили о косметевтике. Ну, и я хочу напомнить, что пилинги под названием Энспира Эксперт мы выпустили на рынок, наверное, уже более 10 лет. Это травматичные пилинги поверхностного действия в концентрации 40%, 60%. Вот вторая, как бы, кислотная маска. Туда входит еще нейтрализатор, средство финальное. И первым средством, конечно, надо было мне сказать о Квенсере. Ну, давайте я расскажу об этой системе, об этой линейке, потому что нас, конечно, тема пилингов всегда интересовала, интересует. Сейчас осень, сейчас сезон пилингов. Пилинг – это ключевая вообще процедура в кабинете косметолога. Ну, почему? Ясно, почему. Потому что пилинг решает многие очень проблемы. Он борется и с жирной кожей, со склонностью с воспалениями. Он способствует прекрасному детокс-эффекту, очищает поры. После пилинга можно чистку сделать, удалить комедоны. Пилинг – это анти-эйдж-программа, потому что есть эффект не только выравнивания рельефа кожи, лифтинг-эффект, но и стимуляция неокалогенеза. И, конечно, пилинг способствует осветлению кожи. И это борьба с фотостарением, это борьба с толстой кожей, улучшение цвета лица. Мы придумали эффект сияния. Поэтому я думаю, что эта процедура очень по времени не занимает, не утяжеляет наш хронометраж в кабинете. Мы работаем примерно полчаса, может быть, 25 минут. Даем прекрасный результат. Сейчас очень в моде такие пилинги, которые называются ланч-пилинг. То есть приходят к косметологу на перерыв небольшой там, и успевают за 20 минут получить вот такую замечательную процедуру, и прекрасно выглядеть. И это тоже имиджевая, так сказать, ситуация для нашего имиджа. Лицо женщины – это имидж ее, должна хорошо выглядеть. Поэтому пилинги в этой ситуации, они, так сказать, позволяют нам справляться со многими проблемами, не уделяя, так сказать, процедуре много времени. Ну, давайте еще раз вспомним пилинги Инспира Эксперт. Концентрация 40%, а этого пилинга PH – 3,5%. Ну, судя по концентрации и PH, мы понимаем, что это пилинги поверхностного действия, и разработывались они для работы с очень чувствительной кожей, ну, может быть, с молодой, где проблемы достаточно еще не выраженные. Там больше есть, ну, допустим, склонность к комедонообразованию, или там появление каких-то легкой пигментаций. Человек на солнце побыл. Вот, то есть это больше такой детокс-пилинг. И, конечно, идеально с этим пилингом работать с чувствительной кожей. Давайте посмотрим состав. 20% – это фруктовые кислоты, лимонная, винная, яблочная кислоты, пассифлорная кислота, ананасовая кислота. Концентрация 20%. Остальные 20% – это гликолевая кислота, PH, подчеркну, деликатная, 3,5%, поэтому не обладает раздражающим действием. И в работе мы наносим данный пилинг, там, до 5 минут, аппликация. И дальше смываем или не смываем. И, конечно, необходим нам нейтрализатор, чтобы выровнять ПАЖ кожи. Нейтрализатор в списке Inspira Peeling Expert представлен. Он имеет щелочную составляющую на основе пектинов, на основе водорослей. У него прекрасный не только нейтрализующий эффект, но и эффект увлажнения кожи. Я всегда говорю, если вы оставляете этот нейтрализатор на 3 минуты, это будет просто остановить реакцию воздействия кислот на кожу. Мы контролируем эту реакцию с помощью нейтрализатора. Если мы оставляем пилинг на более длительный период, допустим, до 10-15 минут, мы получаем полноценную программу, которая дает нам и лифтинг, и эффект выглаживания рельефа кожи. Очень красивая такая процедура, которая, в общем-то, постребована в салонах красоты. И поверхностный пилинг, а травматичный пилинг, деликатный пилинг. Здесь концентрация и ПВШ очень как бы деликатно действуют на кожу. Ну и еще мы рекомендуем, конечно, с 40% пилинга начинать программу любого пилинга. Допустим, можем перейти на более высокую концентрацию, если нам надо, там на 2-3 сеансе. Значит, еще раз, 40% это работа с молодой кожей, где еще проблемы не выражены, с чувствительной кожей. И эта программа, и этот 40% пилинг открывает цикл пилинга 60%. Одна, два, две процедуры. Понятно, да? Вот вы мне ответьте, пожалуйста, все ли вы поняли. Потому что у меня слайдов нет по этому пилингу, мне приходится вам рассказать. Да, и есть, конечно, ага, да, только устная. Эта презентация будет устная, а дальше мы пойдем уже в новинки, там презентация будет со слайдами. Дальше, 60% пилинг, Инспира, Эксперт. Там немножко другой состав. 200% это гликолевая кислота. И 20%, давайте мы его разобьем, эти 20%. 1% салициловая, 14% лимонная кислота и 5% молочная кислота. Вот такой состав. То есть, такой многофункциональный. И, наверное, с таким пилингом надо работать. С более зрелой кожей, может быть, возрастной кожей. Может быть, с выраженным хрона и фотостарением. Можно работать с жирной кожей, со склонностью к воспалениям, к появлению комедонов. Но начинать, помним, да, мы всегда начинаем с 40% пилинга. Время проведения 60% пилинга такое же, как и предыдущий пилинг. До 5 минут времени экспозиции. Потом мы смываем. Или прямо сверху на кислотную маску, вот на эту, наносим нейтрализатор. Выдерживаем от 3 до 10 минут. 3 минуты это контроль реакции химической. Мы останавливаем эту реакцию. Если мы дольше держим вот эту аппликацию нейтрализатор кислота, мы добиваемся эффекта лифтинга, более глубокого увлажнения. Это полноценная процедура. Потом мы смываем, тонизируем кожу. И, в принципе, можем нанести финальное средство. В системе Inspira Pilling Expert есть финальный крем, в состав которого введена небольшая концентрация кислот 0,2%. Там есть бисоболол, который гасит реакцию после кислотного пилинга. И там есть абсолютная биологическая защита и физический фактор защиты от факторов окружающей среды. Но я еще не рассказала о клэнсере. Клэнсер маслом Акадамин содержит и 0,4% фруктовых кислот, которые, в общем-то, тоже дают эффект легкой эксфолиации. Я всегда, когда рассказываю о клэнсере из линии Inspira пилингов, я всегда говорю, что это два в одном. Это поверхностное очищение и более глубокое очищение. Поэтому старайтесь его ничем не заменять. Вот это известная серия пилингов Inspira Expert. Мы с ними работаем уже в течение 10 лет. Большим успехом пользуется эта серия у эстетистов. Но нас с вами интересует все-таки новая серия, которая предлагает Inspira, высокотехнологичная линия Inspira. И разработаны, конечно, новые пилинги для того, чтобы подчеркнуть красоту кожи, для того, чтобы создать идеал такой кожи, улучшить тургор, цвет. И с помощью пилингов мы можем это сделать. Я могу сказать, что те фотографии, которые вы видите, эти фотографии, они, конечно, отражают не всех наших клиентов. Мы понимаем, что мы можем работать с жирной кожей со склонностью к воспалениям, мы можем работать с возрастной кожей, омолаживать и осветлять кожу, если есть склонность к гиперпигментации. Поэтому разработанная линейка Inspira пилингов, линии Inspira, имеют медицинскую направленность от предыдущих. И отличаются там эстетические поверхностные пилинги, здесь медицинские поверхностные пилинги. Это специальная серия продуктов для более глубокого воздействия на основе фруктовых кислот, которые запускают вот эти процессы неокалогенеза, отшелушивания, осветления и так далее. То есть любая категория наших клиентов попадает под эту серию. Что у нас, что у нас как бы цели мы сказали, сказали цели, и как работают фруктовые кислоты, которые являются основными. Но здесь не только фруктовые кислоты, сейчас вы увидите какой там интересный состав. Конечно, фруктовые кислоты, они обладают увлажняющим действием. Конечно, фруктовые кислоты будут отшелушивать и роговой слой кожи, как бы контролировать его толщину. Конечно, благодаря воздействию окружающих кислот будут очищаться поры, и у них есть вяжущий эффект и поры, стягивающий эффект. Конечно, фруктовые кислоты накопительное действие будут стимулировать процессы регенерации. И, конечно, кожа будет иметь более гладкий, чистый такой рельеф и более светлый цвет кожи. Если есть склонность к гиперпигментации, мы будем назначать в домашний уход средства от пигментации. Но курс вводить филик обязательно. Это, конечно, новейшая разработка лаборатории химических пилингов в городе Ганновер, в Германии. Вот это серия медицинских пилингов МедПро для профессионального использования. У нас начинается новая серия семинаров в нашем офисе под названием Ацетотерапия, поэтому мы вас приглашаем. И пилинги меднаправленности, медицинской направленности будут, так сказать, проявлено работать с разными правилами. Ну, давайте теперь посмотрим, благодаря чему данные пилинги активность свою проявляют. Ну, прежде всего, это, конечно, кислоты. Это и солициловая кислота, и миндальная, и гликолевая. И обратите внимание, в комбинации с фруктовыми кислотами работают растительные экстракты. Это такие комбинированные пилинги. Мы их называем мультипилингами. Это растительный экстракт из сливы кокоду и растительный экстракт из пальчиковой ламы. Из пальчиковой ламы. Ну, так сказать, преимущество пилинга, да, мы не делаем предпилинговый уход. Он подходит для всех типов кожи. Шелышение может быть, а может быть и нет. Это зависит очень индивидуально. И предпилинговые подготовки, здесь, собственно говоря, требуются. Рассмотрим. Это всего два пилинга. Их всего два. Но они решают очень широкий спектр проблем. Первый пилинг называется меди-лифт пил. А обратите внимание, плаш медицинская у этого пилинга 2,8. И задача меди-лифт пилинга – работать с возрастной кожей, зрелой кожей. Или решать проблемы фотостарения. И, конечно, пилинг проводится курсом. Курс определяется состоянием кожи. И меди-глоу пил, как ПАЖ-2, чуть ниже ПАЖ. Данный пилинг рассчитан на кожу жирную, на кожу тусклую. Потому что, видите, улучшение цвета, сияние кожи, выравнивание цвета, очищение, детокс-эффект, осветление пигментных пятен. И работать можно и с жирной кожей, и, может быть, достаточно молодой, там, где есть некие проблемы. Это питация, это сабаре, это воспаленные элементы. Он называется глоу, сияние, это тусклая кожа. Данные пилинги можно комбинировать друг с другом. Например, начать с пилинга меди-глоу пил, перейти в меди-лифт пил. Или уже уйти в серию в одну и курсом эту процедуру. Давайте рассмотрим первый пилинг меди-лифт пил, ПАЖ-2,8. Вот вы меня не спрашиваете концентрацию. Вот почему вы меня не спрашиваете концентрацию? Видите, я не говорю о ней. Я хочу сказать, что медицинская серия пилингов начинается от ПАЖ ниже 3 и концентрации выше 30. Здесь концентрация комплекса вот этих кислот, миндальной кислоты и экстракта растительного в виде сливы, кокоду и пальчикового лайма. Там же тоже есть фруктовые кислоты. Там тоже есть высокая концентрация витамина С. Ну, не выше 27% концентрация кислот. Давайте посмотрим. Миндальная кислота. Ну, это один из основных ключевых компонентов меди-лифт пилинга. Она работает на самых верхних слоях кожи. То есть дает эффект эксфолиации, проявляет антибактериальное действие. Осветляющее действие. Подходит, работает с чувствительной кожей. И не дает осложнений, что очень важно. Видите, какие молодцы наши немецкие технологии. Не дает осложнений клиент, который попадает на открытое солнечное пространство после проведения пилинга на миндальной кислоте. Не будет фотосенсибилизации. То есть не будет раздражения и воспаления на солнце. Следующий растительный экстракт растительного происхождения – это пальчиковый лайм. Это экстракт из пальчикового лайма. Ну, содержит, конечно, лимонную кислоту, то есть аха-кислоту. Вот. Содержит высокую концентрацию витамина С. И слива кокоду – это вообще лидер по содержанию аскорбиновой кислоты. Если взять плод, допустим, сливы кокоду, то 5% от веса плода составляет витамин С. Причем в правильной артестабилизированной форме. Поэтому пилинг, лифт пилинг, медиалифт пилинг содержит, еще раз хочу подчеркнуть, миндальную кислоту, содержит экстракт пальчикового лайма и экстракт сливы кокоду. То есть растительные компоненты, растительные экстракты плюс миндальная кислота. И дает эффект, выраженный эффект борьбы с фотостарением, с хроностарением, дает лифтинг эффект. Очень красивая кожа после этого пилинга, очень. Мы всегда восхищаемся. Когда испытывали данные пилинги наших клиентов, мы получили замечательные результаты. Но не менее замечательные результаты мы получаем, работая с пилингом меди-глоупил. Посмотрите, ПАЖ-2, в первом случае ПАЖ-2,8. Но состав это гликолевая кислота и салициловая кислота тоже примерно 27%. Все мы знаем про эти кислоты замечательно. Гликолевая кислота является и увлажнителем, и эксфолиантом, и выравнивает рельеф кожи и осветляет. И является таким энхансером-проводником в более глубокие слои кожи. Салициловая кислота, это уже бета-кислота. Вообще, обратите внимание, они все натуральны. Сахарного тростника получают гликолевую кислоту и салициловую из коры дерева, из коры ивы. И, конечно, салициловая кислота будет снимать воспаление, опять же, давать эффект отшелушивания, кератолитическое действие, комедонолитическое действие проявлять. Ингибировать синтез простагландинов, который вызывает воспалительную реакцию. Проявлять антисептическое, поростягивающее действие. И тормозить развитие вот этих патогенной флоры, которые вызывают воспаление, то есть антимикробное действие. Поэтому пилинг меди-глоу дает эффект сияния, борется с пигментацией, борется с загрязнениями, кожа дает дестокс-эффект и, в общем-то, рассчитан на, я считаю, более молодой контингент. Или в сочетании с пилингом, с лифтинг-эффектом, может быть и предпилингом, допустим, 1-2 сеанса меди-про-глоу, потом можно пилить лифтинг-пилингу. Дальше. Помним, пожалуйста, что для каждой серии на основе фруктовых кислот разработан свой нейтрализатор. И если мы говорили о нейтрализации из серии «Эксперт», там свой нейтрализатор. И нейтрализатор есть в серии «Меди-про». Нейтрализатор представлен, это тоже щелочной нейтрализатор на основе щелочи. Это триэтаноламин, вещество, которое имеет щелочную среду. Но именно этот активатор проводит, контролирует реакцию действия кислот на кожу. Потому что другой нейтрализатор, если вы возьмете, он может не остановить реакцию кислот. Именно этот останавливает и является таким строгим контролером химической реакции. Мы наносим нейтрализатор. Всегда, запомните, пожалуйста, после того, как смываем кислотную маску. То есть мы выбранную кислотную аппликацию выдержали в течение пяти примерно минут. Вот. Обязательно смываем, обязательно. Потом осушить салфеткой надо кожу и нанести нейтрализатор. Нейтрализатор мы выдерживаем от трех до десяти минут. И дальше его смываем и переходим к финальному средству. И работаем, так сказать, дальше по программе. Исследования на добровольцах института Ганновер. Обнаружили заметное улучшение внешнего вида, качества кожи. Со слов клиента, в течение двух процедур кожа очистилась. Это меди-глоупилинг был. После третьей процедуры стала более гладкой и упругой. После шестой процедуры стало менее заметные пигментные пятна. Разгладились мелкие морщины. Мы рекомендуем продолжить уход для достижения цели, для более стойкого результата. В целом нас даже удивила такая результативность действия кислот. Мы с удовольствием продолжим их использование. Вот такая рекомендация доктора. Пилинг, глоу, количество сеансов, это вещь, конечно, индивидуальная. Поэтому доктор рекомендует продолжить пилинг. А кто-то скажет, мы останавливаемся. Это очень индивидуально. Что мы рекомендуем использовать в системе пилинга? Конечно, очищение обязательно. И для демакияжа, пожалуйста, не игнорируйте вот этот этап. Потому что если я возьму средство, которое не очистит кожу от поверхностных загрязей, не смоет, допустим, макияж, а макияж бывает достаточно такой влагостойкий, то я, конечно, активность кислот этим понижу. Поэтому и разработана система. В системе пилингов есть вещество под названием клэнсер, который содержит небольшой концентрации фруктовой кислоты, примерно 0-2%. Именно его рекомендуем использовать для очищения кожи. Очищение, конечно, мы провели, смыли с помощью салфеток, осушили кожу и выбранный пилинг нанесли на кожу. Допустим, это будет программа лифт. Пилинг, лифт, меди-про лифт пилинг или глоу. Мы наносим до 5 минут время аппликации, дальше тщательно смываем, осушили кожу, нанесли нейтрализатор, выдержали определенное количество времени, от 3 до 10 минут, опять все смыли. И дальше, в принципе, вы можете остаться вот на этом этапе, нанести финальное средство защитное. Мы уже говорили, ресторгатив крем с такой биологическим и физическим фактором защиты 30. Или использовать в работу маски по типу кожи, допустим, СЭБО регулирующая маска, маска с лифтинг эффектом, контур, влажняющая маска, маска на основе фруктовых кислот, любая совершенно маска из профессиональной серии, Янсен Косметикал, например, или СОС-маску взять из Инспира Абсолю, и, так сказать, нанести ее. Дальше мы удаляем маску и переходим к нанесению финальных средств. Ну и финальная группа у нас достаточно выражена. Обратите внимание, пожалуйста, на сыворотки Инспира Абсолю, ампулированное средство с лифтинг эффектом, сыворотка СОС или сыворотка от морщин. И, конечно, крем Детокс, я думаю, это прекрасное финальное предложение Инспира Абсолю. Вот, ну я на этом заканчиваю свой доклад. Если у вас есть вопросы ко мне, я жду их от вас. Мне хотелось бы, чтобы вы меня о чем-нибудь спросили. Пожалуйста. Ага, вот тут было отключение, поэтому половина прослушала. Ну, я, к сожалению, не смогу повторить все, потому что время ограничено. Может быть, вопросы какие-то или к нам на семинары, пожалуйста. У нас еще будут семинары, посвященные всем этим направлениям. И Инспири, и Янсен Косметикал, и пилингам обязательно. Будем читать эти семинары. Слушайте нас, пожалуйста. И ответим на все ваши вопросы. Догоняйте, так сказать. Так, спасибо. Ну, меня благодарят. Поэтому я, наверное, тоже вас хочу поблагодарить. Спасибо, что вы нас поддержали. Что вот 45 человек сегодня у меня. Аудитория большая, это очень приятно. Вот, поэтому до будущих встреч. Мы увидимся обязательно. Может быть, вы меня услышите, если вы далеко находитесь. Ну, давайте тогда попрощаемся. И когда у вас начнется работа с этими средствами, с линией Инспира, с пилингами, я думаю, что и появятся вопросы. Поэтому до будущих встреч. Жду ваших вопросов. Постараюсь все ответить. Желаю всем удачи. Всего вам доброго.